Из школьного Забияки в титулованного спортсмена. Местная звезда бокса Анатолий Широкий ответил на вопросы в ходе диалога на равных. Одноименный проект Федерального агентства по делам молодежи призван познакомить школьников и студентов с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса. О том, как начался путь боксера и как спорт влияет на формирование личности, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Анатолий Широкий в детстве был непоседой и очень активным ребенком. Как признается сам боксер, руки постоянно тянули его на разборки с мальчишками после уроков. Именно тогда бабушка нашла применение таланту внука и отдала его на секцию бокса. Причем сначала Анатолию было очень трудно. Конечно, дисциплина, техника очень сложная. Где-то года три меня только учили технике около зеркала. Я стоял постоянно у зеркала, работал над техникой, чтобы она была на высоком уровне. Первым тренером боксера был Денис Гусев. В то время занятия проходили в оборудованном зале подвала средней школы номер один. Спустя время спортсмен попал в число участников окружной сборной, которую сформировал в то время Александр Помаха. Тогда же занятия стали проходить во дворце спорта «Норд». Первые соревнования Анатолий Широкий запомнил очень хорошо. Это был межрегиональный турнир по боксу на кубок губернатора. Поставили меня с мальчиком, который ездил как раз на Севане первым. Ну, я там выложился по полной. Выиграл его на легке, да. То есть, у меня было сложностей. После этого сразу же началась моя карьера. Я был в выездных соревнованиях и так далее. Ездил, выступал. Сила воли, развитие выносливости, укрепление духа, преодоление собственных страхов, слабости и неуверенности в себе. И это далеко не весь список тех качеств, которые развивает бокс. Анатолий Широкий признается, спустя годы тренировок его характер сильно изменился в лучшую сторону. Я туда пришел, вообще какой-то злой мальчик, очень. Потом мне это стало мешать. Тренера мне это стали объяснять. Ну, я псих, вообще там пришел волной, просто чуть ли не кидался на всех. И меня тренера начали немножко переделывать, чтобы я был спокойнее. Потому что в боксе надо, самое главное, думать и играть, чтобы обмануть своего соперника, а не кидаться постоянно на него. Вот они начали работать со мной. И в процессе тренировочного, получается, дальше вот у меня все выработалось нормально. Я стал спокойнее. На сегодняшний день Анатолия Широкова можно назвать самым титулованным боксером региона. Он неоднократный победитель международных и всероссийских соревнований по боксу. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал Север.